Я думаю, немножко она там... Мата нет, но какие-то выражения не совсем такие, там, литературные. И однажды... Мата, но все-таки, во всяком случае, я напечатал в одной из книжек. И однажды была какая-то такая русская компания, и был директор Института русской литературы, так называемый Пушкинский дом в Ленинграде, Николай Николаевич Статов. Исаакин такой, рафинированный интеллигент. Исаакин, и он что-то листает, он говорит, да. Ну, это что, тоже вынеписали? Я говорю, да. Говорит, а вы что, ее пить может? Да, но такого с другого. Она говорит, что это понимает. Очень получилось тем, что мы в этот вечер раз на... Ну, не 10, но раз 5 точно ее спели. Он меня вытащил в Ленинград, и мы там где-то по телевидению, по местному, значит, это... Тоже ее несколько раз спели. И я понял, что мы не знаем судьбу каких-то песен, то, что для Ушкинка много, Ну, а может, наоборот, для каких-то интеллигентов, есть ли все. Война становится привычкой. Опять по кружкам спирт разлит. Опять хохочет медсестричка. И режет с лазом палит. А над палаточки презент. Свистят до ветра, до свинец. Жизнь, вон, на кадр, рыки на ленты, дала картинку, наконец. О чем задумался, начинала? Какие бы я увидел сны? Откуда спирт? Откуда баба? Спроси об этом, у Вали. А хорошо сестра хохочет. От медицинского вина. Она любви давно не хочет. Ей в душу глянула война. Эльзом палит, плесни по-малу. Теперь за Родину пора. Нам не спуститься с перевала, Который взяли мы вчера. Война становится привычкой. Опять по кружкам спит, разлит. Опять хохочет медсестричка. И режет с лазом палит. АПЛОДИСМЕНТЫ